Добрый день, уважаемые товарищи, друзья! Ну, молодцы, вы слетелись как на мёд, это очень приятно. Но хочу перейти к серьёзной теме. Я как-то в одной из своих работ написал, что самое гениальное создание Всевышнего – это женщина, цветы и пчела. Женщина вас под сердцем всех вынесла, всех вынесла, весь род человеческий. Цветы дают сходы, прорастают новые плоды и дают очередные растения. А пчела – главный эколог планеты. Если вы пчелу уберёте, то 80% продовольствия исчезнет сразу. Поэтому не случайно с древних времён люди пытались приручить пчелу и максимально использовали её в своих целях и, прежде всего, развитии сельского хозяйства. Я должен сказать, что на Руси пчеловодство всегда процветало. Меды, не было ни одного пира, ни одной важной встречи без медов, которые умели варить в каждом доме. И, к слову сказать, тогда абсолютно не было алкоголизма. Что касается современности, вот там есть потрясающий указ Ленина, который ещё был принят в 1919 году в разгар гражданской войны, где он выступил за сохранение пчёл, пасек и поддержку пчеловодов всячески. Он понимал, в противном случае вообще останемся без продовольствия. В советской стране в 100 тысячах коллективных хозяйств было 10 миллионов пчелосемей. Это была самая большая пасека на планете. Сегодня осталось меньше трёх, но, к сожалению, сегодня катастрофа разразилась прежде всего в Южном полушарии. Там исчезло почти половину пчёл и продолжают гибнуть в массовом порядке. Эта трагедия добралась и до нас. Здесь много причин, сегодня нет возможности рассказывать, но мы обязаны всё сделать, чтобы засетить и поддержать пчелу, которая является главным экологом планеты. Мы подготовили закон, провели слушание. Нас поддерживают не только все пчеловоды, но все учёные, специалисты, кто понимает, что с этим связано. Уже в 20 субъектах Российской Федерации приняты такие законы. Если вы активно нам поможете, уверяю вас, мы и примем этот закон. Но противников очень много. Те, кто производит химикалии и всевозможные присадки и прибавки, те будут против, потому что они травят всё живое для того, чтобы получить якобы чистые плоды, а на самом деле получаем отраву. Будут против и те, кто расставит кругом в вышке электронная система, уничтожает локацию, которой пчелы руководствуются, вылетая в то или иное место. Короче говоря, здесь завязан весь куст интересов, весь он завязан, тугой узел. Но для нас принципиально важно понимать, что если мы не сумеем принять такого рода закон и не сумеем гармонизировать свои отношения с природой, где пчела главный элемент баланса в природе, то нас ждёт всех очень печальная судьба, пострашнее любого терроризма и любой войны. Поэтому те, кто борется за сохранение пчёл, те, кто понимает, что это такое, те, кто подготовил проекты законов, они должны быть нами обязательно поддержаны. Я приглашаю вас посмотреть и познакомиться, в том числе и там есть возможность пробу снять. И вышла у меня книга на пасеке у Дюганова. Учитывая, что я учился и у деда, и у отца, и мы последние сто лет всегда занимались всерьёз этим, я думаю, вам будет полезно. Там даже есть домашние рецепты, что полезно и домашним хозяйкам. Спасибо.